МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, сегодня мы идём в Ливадию. Это место прекрасное. И это очень далеко. Да, пешком туда-обратно. Сначала мы идём поверх, а потом внизу, вдоль моря. Путь такой хитрый. Идём. Это закоулки всякие уличные, тут ялтинские. Тут все улицы такие. Сегодня был дождь. Какие-то недостройки. Грандиозные. Старые причём, да. Больше пяти лет, это точно. Идём в гору. Тут есть два пути. Можно по более пологой дороге идти. Но мы лёгких путей не ищем. Да, вот этот домик наш. С другой стороны и с высотой. А вот здесь вот такой вид. Сверху. Чё только не растёт. Виноград, инжир и абрикос. И олеандры, и пальмы. Вон пальмы. Всё растёт. И кипарисы. Вот в одном месте маленький. Вот маки. Вон маки красные. Такие особняки у нас тоже растут. Это Озы. Всё есть. А вот тут такие две машины. Бывший УАЗик. И бывшая Волга. Вот так. Автопарк целый. Дорога так и идёт наверх. Это обычное дело в Ялте. Либо вверх, либо вниз. Очень круто. Причём нету такого, что просто подъёмчик. Подъём так подъём. Это мы забрались наверх. Сейчас идём вниз. К Атлантиде такой. Это такой... Называется... Водный этот комплекс. Аквапарк Атлантида. Не работает. Там море, но его не видно. Оно с небом вообще сливается. Да, всё выцвело. Неяркое всё. Но... Оно у них было неяркое. Закрыто. А это беру туда вниз. Объездная в Ялту, а налево как раз в Ливадю. Мы туда идём. Тротуаров здесь нет в основном. Так что вот... Так и идём вдоль дороги. Дорога в Ливадию. Это виноградники. Ливадийские. Есть вино такое Ливадия. Вот это оно. Прямо море. Оно не будет и большого растая. Да, интересно растить. Вот перед той горой уже Ливадия. Винзавод. Ливадийский. Вот. Магарач. Да-да-да. Тут интересно вот такой дом, как везде в Ялте. А рядом вот такой. А лучше это. Кошка валяется. Сейчас он её переедет. Нет. Стройки. Ремонты. Ничего тут нет. Один никаких нет. Вообще тишина. Людей да даже нет. Только на машины езду. Тут просто такого крутого поворота. Сейчас раз и наливоди свою дорогу. И уже прямая. Там море. За забором. А вот интересно. Да. Обычный дом. А вот в нём такая. В мавританском стиле какая-то беседка что ли. Интересная. Похоже новая всё-таки. Кто-то песни поёт. Таким голосом дурным. А вот интересно. Ресторан Тифлис. Грузин с кинжалом. Приглашает всех. Красиво кстати. Красиво. Тут какая-то жизнь. Вон дети. 15 минут шли. Вообще ни одного человека. Вот Ливадия. Самое такое центральное место. Оно очень маленькое. Ливадия это. Вот интересно. Дерево прям в доме растёт. Да. Там море как всегда. Везде море. Пошли в кафешку. Тибуреков поедим. Пойдём смотреть дворец. Что там с ним приключилось. Интересно. Вот это вот уксус. Такой. Вот это вот вход. В бывшую царскую резиденцию. Вот такой он сейчас виден. Вот здесь когда-то был царский теннисный корт, который теперь изуродовали и решили поставить какой-то памятник. Вот это вот аллея. И вон там уже виден дворец. Можно пройти вот здесь. Так, ну, не ходим. И дворец прямо у нас тут справа будет открываться. Пальмы везде тут куцые. Наверное, зима была. Да? Какая-то, что они помёрзли. Это, наверное, свежие листва, да? Вот такой дворец. В целом, довольно большой. Ну, внутри все могут посмотреть, что там по интернету есть. Ничего такого невероятного нету. Много комнат. Но все в целом похожие. Ну, красивые места. Они тут, конечно, забирали лучше. Видно, я вот так вот она выглядит. Здание-то новое. По сути, сто лет. Для дома это вообще ничто. Для дворца там который из хорошего материала сделан на хорошем фундаменте и так далее. Это новое здание. Вот Ялта. Вот ползончик такой. Посидеть. Покурить. А это мушмула. Вон её сколько. Наросло. Ну и всякая красота. Пальмы, виды. Охраняет это место. Охраняет. Охраняет. Охраняет, да. Тут вид красивый. Тоже на горы. И там море. Вот, можно высунуть и сразу море. высунуть руками, я веду. Вот так вот. И пальма. Красота же. Опа. А вот это внутренний дворик такой небольшой для царя-царицы. И вон типа колодец там написано у них старая Н, А, Николая, Александра. Вон там циферки. Буквки вернее. Пальмы многие не перетерпели морозов. Вот они, некоторые. О, какие. Угу. Такая большая вот. Да. За час. Да. А вот здесь вот спальня царицы была и она смотрела оттуда вот на эту Ялту из подзорной трубы как люди там на пляже. Ну, здесь спуск уже вниз. Такой парковый ансамбль природный. Это львейцы всякие. О, тут бутончики. А это тут. У них старая водоносная водоводная система. Бурлит вода. Потом трубу провели. Это лифты бывшие от санатория. Три этажа вниз и на пляже. Наверное, было красивее в то время. Аккуратно, наверное, все было, да? А сейчас мы идем по лесу. А может, и нет. Может, тоже ледов природа. Ха-ха. Вот опять мчится этот драндулет. А мы решили еще один участок срезать. Пройти так. А вот здесь раньше был что-то. Наверное, какой-то рукомойник, скорее всего. вот какие-то сооружения непонятных древней плитой закрыт. Тут колодец такой квадратный. Вот там еще что-то. Вон там. Грот прям какой-то с каменной. Фонтаншель какой-то был. А сейчас здесь есть Тарская тропа. Называется Солнечная. 6 километров пешком. Тоже можно пройти. в целом она похожа на это немножко. Тоже там менее все цивилизовано. Место. Раз, два, три, четыре и вот эта дорога назад пятое. Вот сколько. И мы сейчас будем даже думать куда нам идти. Здесь такая беседка в мавританском стиле. Что-то их хритянуло на мавританское и на старое. Вот. И опять там Ялта. виды конечно опять же не как раньше, но тут хоть дырки какие-то есть, что-то видно. Коровый какой-то гудел. Или там Виктор Шемякин Мурманск. Еще бы отчество написал. Я очень люблю что-то там любят. Горшок жив. Даже здесь он жив. Кристина. Все расписались. Только Николай забыл. Тут была Юлечка. 2003 год. Мерзавцы. Да. А вот такие кусты обросли всю Ялту. Такие желтые. Кошки тоже кругом сидят. Хотят есть. Какая-то красивая. Чистенькая. Давайте я сниму чуть-чуть. Такого молодца. Вот какой красивый. Сидит так аккуратненько. Ладно сложило. Вот очередная смотровая площадка на Ялту. Правда часть не видно конечно но все красиво. Яхты. Это рыболовы. Рыболовы. А вот еще кошка одна. Но такая же как та. Черная. Забел замесили. Замесили их из одного теста. Здесь раньше кафе было. Шашлык делали. Теперь ничего нет. В общем нам надо сейчас пройти вот туда и вдоль этой набережной налево. Ты не взяла купальник сегодня? Я купальник не взял. Тоже не маная. Вон водолазы приплыли. Вон рыбу наверное ловили. Все заброшено. Здесь раньше кафе были. Жизнь типела. А теперь вот так. вот такие катакомбы. Пахнет сыростью, но чисто. Да. Понятно зачем забор. Никого. Да. Вообще никого. Очередная дырка. Лада где-то прямо ручей. Велика горная. Цветы пахнут совершенно сумасшедшие. Ух. Прям ага. За 20 до 30 метров наверное запах идет. Что за цветы мы не знаем. Но запах от них. А вот это же выход. Все. обходная дорога закончилась обездная. Дальше парк приморский. С минеральными источниками манючими. очередной узкий проход. Об. И пустые набережные. кисы. Кисы. А вот еще две. башенники башенники даже. Вот они. ух. Уже устали. Уже три часа идем с половиной. Все. Идем. Идем. Морим. Пашу. вон корабль. Народ отдыхает. Ну что ж, вот это Приморский парк начало. Мы уже вышли с этой тропы. Ой, устали. Четыре часа. Четыре часа мы идем. Прудик в виде Черного моря. Весь заросший. Вот это Крым. Да. Вот Бургас. Константа. Румыния. Одесса. А это Крым. Вот это вот пролив как раз Керченский. А вот это вот море Азовское. Ой, почти уже пришли. Но уже все. Пилы на исходе. и даже подкрепились все равно не помогло. Ветер поднялся. Пальмы, пальмы кругом, да. Тоже некоторые померзли, наверное. Некоторые нормальные. Магнолии ну, туи и пальмы. Отправь подстрижено оно красиво. Похоже на лавровый лист. Гриб такой или зонтик, да. Не поймешь все. Памятник Чехову. Больше всего голуби любят посидеть на великом писателе. Вот бассейн был. Фонтан вернее. Красиво было, да, когда голубой? Да. А, вон дом какой красивый. Ух, прямо на берегу. Ой, такие красивые окна, панорамы. Да, да, он на корабль похож. На Косту Конкордию. Опера Прима называется. Ну все, поход в Ливазе заканчивается под нами вон уже пляж Ливазе, вернее Ялкинский. Тут еще есть Массандровский, но это Ялкинский называется. Все. Сейчас мы выходим на улицу и идем домой. Четыре с половиной часа путешествия нагулялись. Нагулялись? Да, идем. А дома ждет борщ. Вот так вот. Все.